Всем привет! Сегодня я приготовлю очень вкусный и полезный десерт. Мультифруктово-ягодную пастилу трех видов. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Для каждого вида пастилы я подобрала ягоды и фрукты на свой вкус. К примеру, груша, киви и банан будут очень хорошо сочетаться друг с другом. Киви сильно кислый, банан сильно сладкий, груша нейтральная. Смешав все три компонента, будет прекрасная пастила. Это у меня тарелочка с ягодами. Здесь малина, клубника, виноград без косточек и голубика. Вы можете взять любые ягоды, смородина, красная, черная, вишня, все, что вы найдете. И последний, третий вид пастилы я буду готовить из персиков, слив и абрикосов. Сначала нам нужно фрукты очистить и нарезать. Банан у меня спелый. Бананы лучше для пастилы взять очень спелые. Такой некрасивый банан стал, потому что лежал в холодильнике. Грушу очищаем от кожуры. Грушу очищаем от кожуры. И убираем сердцевину. Подготовленные фрукты перекладываем в чашу блендера. Хорошенько измельчаем с помощью блендера. Противень застилаем силиконовым ковриком. Можно также использовать пергаментную бумагу, но предварительно смажьте ее растительным маслом, чтобы впоследствии пастила не прилипла. Готовое смузи выливаем и равномерно распределяем по всей поверхности. Решила я переложить силиконовый коврик на решетку. Так как большая площадь получается. Потому что пастила нам нужна тоненькая, а не толстая. Вот так должно выглядеть. Для второго вида пастилы нужно очистить от косточек персики, сливы и абрикосы. Если кожура легко снимается, ее снимаем. Если плохо, можно оставить. Ничего страшного. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Наливаем на силиконовый коврик И разравниваем Можно немного постучать, чтобы равномерно распределить Готовим последний вариант пастилы Это у нас ягодный вариант Самый легкий Ягоды очищать не нужно Единственное, снять виноград с веточки Выливаем последний слой Это у нас будет мультиягодная пастила Силиконового коврика у меня не хватило Поэтому я выкладываю на пергаментную бумагу Все, я подготовила Сейчас осталось убрать в духовку Разогретую на 60-70 градусов И будем смотреть Как только пастила высохнет Значит она готова Быстрее всего пастила высыхает Если у вас есть обдув в духовке Это самый лучший вариант Но если нет даже духовки Не расстраивайтесь Моя бабушка в детстве, когда я была маленькая Сушила пастилу на балконе Самое главное, чтобы это было проветриваемое Жаркое помещение Когда в духовке сушим пастилу Дверь оставляем приоткрытой Чтобы выходил влажный воздух Так пастила быстрее высохнет Прошло 4,5 часа Проверяем пастилу Можно это делать пальчиком Смотрите Пастила уже не прилипает Серединки немножко мягкая А края уже сухие Вот он легко отделяется Он уже готов Видите? Я думаю, что еще минут 30 И этот пласт будет готов Этот слой пастилы немного мягче Я так думаю, что так как он немного толще Поэтому он будет сушиться на полчаса больше Для него, я думаю, еще где-то час нужно времени Пастила на бумаге практически готова Есть кое-какие места мягкие Я думаю, полчаса тоже будет достаточно Смотрите На силиконовом коврике Пласт ровный, гладкий А на бумаге он немножко сжался То есть не такой ровненький В общей сложности прошло 6 часов Пастила готова Она полностью высохла Конечно, можно добавить температуру Приготовить ее за 3-4 часа Но я не рекомендую Так как погибнут витамины Поэтому чем дольше, тем лучше Вот так выглядит пастила Которая сушилась на бумаге Это у нас ягодная пастила Киви, банан и груша Вот такая красивая пастила получилась И пастила из абрикосов, персика и сливы Теперь можно ее скатать в трубочку Ну что, попробуем, что получилось Оторвем кусочек Натуральная вкусняшка Это персик, абрикос и слива Кстати, все чувствуется Сахар не нужно добавлять Так как достаточно сладкая Следующий кусочек ягодный Тоже очень вкусно Я даже не знаю, какой вкуснее Так, сейчас последний попробую Ммм, груша, банан и киви Класс! Если будете готовить из этих же продуктов То сахар не добавляйте Пастила получается великолепная В меру сладкая Вкусняшка одним словом Так как сейчас сезон фруктов и ягод Так что готовьте Запасайте в зиму для своих детей Натуральной, полезной вкусности Всем приятного аппетита Подписывайтесь на наш канал Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok